МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я даже сегодня наделся красивее обычного, по-моему. Сегодня мы поговорим вообще об образовании, об учебном старте, о старте учебного года. Поскольку уже близится, считанные дни остались до 1 сентября, студенты готовятся грызть гранит науки, чистят зубы каждый день. Сегодня у нас в гостях. Начнем, наверное, по порядку. Это Абакар Насибович, проректор Дагестанского гуманитарного института. Собственно говоря, ректор Дагестанского гуманитарного института Мурат Магомедович и начальник учебно-методического управления Магомед Хайбулаевич. Все правильно, я надеюсь, сказал. Ассамалу, уважаемые. Олег Александрович. Добрый вечер. ДГИ достаточно молодой вуз, и, откровенно говоря, многие могут о нем даже не знать. Что такое вообще ДГИ, в чем особенности этого вуза, и что он из себя представляет, и кто вообще стоял у истоков создания этого вуза? Ну, если позволите, коллеги, друзья, я, наверное, начну. Дагестанский гуманитарный институт – это образовательное учреждение высшего образования. Да, действительно, вуз относительно наших классических вузов имеет небольшую историю, но стремительное развитие за этот промежуток времени. Дело в том, что вуз создавался в рамках одного из приоритетных проектов главы нашей республики Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича. Началом создания именуется 2014 год, когда в рамках реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал» было инициировано создание данного вуза. Это совместно с муфтиатом нашей республики, это совместно такой проект. То есть это такой первый опыт достаточно. Да, проект уникальный. Были другие, так скажем, прецеденты в истории, но хотелось бы отметить, что если глубже копнуть, в 2013 году в Уфе наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин озвучил такую идею, что события, которые происходят в последнее время, так скажем, особенно на Востоке, да, это трагические события, они подтолкнули на такую мысль, что нам необходимо в нашей стране создавать такие стратегические вузы в титульных республиках, в частности в Дагестане, в Татарстане, в Чечне, и в столице нашей страны, в Москве, значит, которые бы несли на себя такое время конкурентоспособного вуза, дабы наша молодежь, значит, не имела отток за рубеж, поскольку мы с вами понимаем эту плачевную практику, когда уезжают и приезжают уже, значит, совершенно с другими взглядами, да, ну, в нашей стране в этом плане были сделаны такие серьезные шаги, была, так значит, учреждена и, значит, признана такая специальность научная, как теология, она получила статус официальной научной специальности наряду с юриспруденцией, экономикой, с другими, значит, научными специальностями. Это, значит, идею нашего лидера, администрация нашего президента, значит, под паттернажем ее, значит, реализует Министерство образования и науки Российской Федерации. Значит, в рамках реализации этой идеи были созданы такие вузы, значит, и в нашем регионе, значит, эту идею одним из первых, значит, реализовывать, началась именно эта идея при, значит, Рамазан Геджимурадович Абдул-Кипове в 2014 году, значит. Вот вы сказали стратегические вузы. Слово стратегия вообще, в полном смысле этого слова, какие вообще стратегические цели сегодня перед вами стоят, какова вообще миссия ДГИ на сегодняшний день? Совершенно верно. Смотрите, вот в основе создания института стояла такая стратегическая задача, организация, значит, в молодежной среде идей патриотизма и соблюдения законов Российской Федерации и обучения и воспитания молодежи, значит, в духе лучших духовно-нравственных традиционных ценностей, в частности, ислама, как фактора государственной безопасности страны. Мы с вами сегодня понимаем, что сегодня специалисты есть в разных сферах, в разных областях. Мы говорим о перепроизводстве даже, да, в некоторых сферах, отраслях. Я сам являюсь юристом, да, но, тем не менее, есть кадровый голод, есть, так скажем, необходимость в специализированных, так скажем, знаниях, какими обладают, в частности, выпускники нашего вуза. И это объясняет большой спрос на наших выпускников из различных сфер. Мы дальше, наверное, затронем, да, направление подготовки, которое мы здесь реализуем в вузе, значит. Конечно. И по теологии мы тоже пройдемся. Я хочу напомнить, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, если у вас возникают вопросы или какие-то предложения, пожалуйста, отправляйте к нам на номер WhatsApp, который видите на своих голубых экранах, и мы, по возможности, будем все это зачитывать и обсуждать с нашими гостями. Абакар Насилович, вы, насколько я знаю, достаточно новый человек в вузе. Почему решили принять, так сказать, участие и приложить руку вообще к развитию вуза, и чем вас поманило, так скажем, вот это предложение? Вообще, я выпускник педагогического университета, также я окончил Тунисский университет, институт живых языков, именно Хабибургиба, арабский язык. Любовь к арабскому языку, она была всегда у меня. И, конечно, работая в педагогическом университете, я всегда работал на факультете иностранных языков, заведевал кафедрой арабского языка, был заместителем декана, директор института иностранных языков, и часто мы встречались с представителями исламских вузов, в том числе и с представителями Дагестанского гуманитарного института. Я всегда считал себя членом этого института. Почему? И друзья здесь работали у меня, и коллеги работали, и специалисты по арабскому языку. Мы работали в плане науки, воспитания, совместные мероприятия у нас бывали. Меня всегда тянуло сюда. Но так получилось, что меня пригласили сюда, и я выражаю благодарность ректору, учредителям, что дали возможность участвовать в воспитании подрастающего поколения. Именно нести какой-то вклад в нравственное воспитание нашей молодежи. Вот этот наступающий учебный год, он, я так пойму, пилотный, только первое вступление в работу в рамках этого вуза и в качестве проректора. Да, это пилотный год. Перед нами стоят, как говорил наш ректор, стратегические задачи. Я вижу свою стратегическую задачу в том, чтобы поднять качество образования в Дагестанском гуманитарном институте. Через что? Посредством чего? Через что? В первую очередь я пригласил сюда наших коллег, которые работали в различных учебных заведениях Дагестана, людей с именем, которых знают в Дагестане, как настоящих специалистов в той области, где они работали, именно в педагогике. Я думаю, по ходу нашего разговора они нам обязательно скажут. В первую очередь мы хотим поднять качество образования именно руководящим составом нашего вуза. И второй этап – приглашением специалистов в той или иной области, которых мы сейчас приглашаем к себе. Кстати, вы можете подходить, специалисты по иностранным языкам, по экономике, по журналистике, проходите, по лингвистике. Мы ждем вас. Ну, вообще система в Республике Дагестан, система образования достаточно развитая, и уже какие-то вузы себя как-то зарекомендовали, у каждого своя репутация, кто-то считается выше, престижнее, кто-то ниже. Вот в этой цепочке, где вы видите ДГИ, какую нишу он планируется занимать? Ну, говоря о вузовской системе страны и частности Республики, мы с вами знаем и наблюдаем, за последние годы проведена колоссальная работа по оптимизации, и надо дать дань и благодарность руководству Республики с приходом, значит, в Республику, как человек, который из высшего образования, относя с пониманием. У нас действительно было большое количество вузов, я не хочу умолять честь и достоинство ни одного из них, но в нашей Республике колоссальная работа проведена по оптимизации. И на сегодняшний день наш Дагестанский гуманитарный институт, я хочу сказать, он занимает достойную нишу. Если вопросом задействовать, почему, я хочу сказать, что да, действительно есть вузы классические, это и госуниверситеты, и педагогические университеты, и технические, и другие, и нархозы, и так далее, да, вот все вузы, они уже состоялись, но мы со всеми этими вузами выстроили такие партнерские отношения, заключив договор о сетевом взаимодействии. И надо быть признательным и облагодарен руководству этих вузов, которые в сегодняшний день всячески способствуют развитию Дагестанского гуманитарного института, понимая, что это приоритетный проект руководства Республики, понимая, что он несет на себя определенную нишу. И более того, скажу, что мы в сегодняшний день ходим в состав совета ректору и с КФО, и взаимодействуем на уровне и с КФО, значит, и дальше в разговоре оповедать, если мы будем... Ну, вот эти партнерские отношения, вот это взаимодействие и сотрудничество, это неформальность? Или вот в чем заключается сотрудничество? В чем заключается помощь, как вы сказали? Это далеко неформальность, это достаточно практическая реальность. Почему? Потому что мы заключали договор сетевого взаимодействия, в том числе на сетевое использование ресурсов. Мы понимаем, что вуз молодой, вуз на стадии становления, значит, проходят определенные, значит, этапы, есть необходимость в определенных ресурсах. Этими ресурсами мы пользуемся, в частности, и указанных вузах. Мы сегодняшний день благодаря поддержке регионального руководства получили, значит, новые корпуса. Сейчас активно идет подготовка к новому учебному году. Планируем уже в сентябре на Николаево в новом здании одном из корпусов наших продолжать, значит, подготовку наших специалистов. И это взаимодействие выражается также в совместных проектах, значит, в совместных мероприятиях, в обмене опытом, вот, значит, то есть в полноценном взаимодействии, каково и сегодня может быть между вузами одного региона. И, кстати, вот это сетевое взаимодействие, это такая тенденция модная, современная, и мы одним из первых ее предложили нашим, значит, коллегам из наших региональных вузов. И нашли поддержку и понимание, и плотное взаимодействие. Это замечательно, что вы выступили как инициаторами. Мы прервемся на небольшую рекламу, буквально несколько минут, и мы вернемся к нашей беседе. Оставайтесь с нами. С вами был Игорь Негода. Оставайтесь на том, дорогие друзья, что у вас есть какие-то партнерские соглашения и так далее, и это действительно радует то, что вы выступили инициаторами, и как бы новый опыт в этом тоже есть. Вообще, какие еще социальные партнеры у вас есть, и чем вы пытаетесь обмениваться? Ну, если говорить о взаимодействии, нужно сказать, что мы не ограничиваемся именно региональным взаимодействием, и партнерство, оно выстраивается на разных уровнях, и в частности, я могу сказать... За пределами Дагестана? Естественно, да. Сегодняшний день, если ВУЗ видеть в динамике развития, то нельзя ограничиваться именно регионом. То есть мы вот в этом плане на сегодняшний день уже несколько лет являемся партнерами и совместно реализуем одну из федеральных программ, это углубленная подготовка специалистов в области истории, культуры, ислама, в частности, Пятигорским государственным университетом. Значит, также мы являемся ВУЗами-партнерами по данной федеральной программе с этого года по решению Министерства образования и науки Российской Федерации с Санкт-Петербургским государственным университетом. Планируется ряд мероприятий, в частности, и международная конференция на базе Дагестанского гуманитарного института с привлечением профессуры, значит, одного из ведущих ВУЗов страны, можно сказать. Также мы взаимодействуем с Московским государственным лингвистическим университетом, с Московским государственным университетом имени Ломоносова. Также это не пустые слова, это реальные, значит, взаимодействия и привлечение специалистов, значит, из этих ВУЗов. И еще хотелось бы сказать, вот есть практика международного взаимодействия, международного сотрудничества, в частности, вот за предыдущий, можно сказать, учебный год были визиты и заключение договоренностей, значит, Сирийской Арабской Республики с ведущими национальными ВУЗами, это Дамасским госуниверситетом, а также с объединенным, укрупненным ВУЗом под эгидой Министерства, значит, данной страны, это Беля-Дишам называется, это семь крупных ВУЗов, они объединились, у них тоже оптимизация прошла. Также мы побывали, вот буквально недавно вернулись с Узбекистана, с ведущими ВУЗами Узбекистана, значит, тоже, то есть, вот такие, значит, это вот начало, как бы мы на этом не планируем останавливаться. Но как я понимаю, вот это сотрудничество и партнерство, пример, допустим, то, что преподаватель либо из Москвы, либо из Узбекистана, или еще откуда-нибудь может приехать на какую-то, допустим, лекцию со студентами. Не то, что может, мы планируем приглашать, вот сейчас планируем проведение научного методического семинара, конференции международной, они все будут, естественно, приглашаться, и, соответственно, мы принимаем участие. Кстати, еще забыл отметить, наших коллег из Татарстана, из Казани, буквально послезавтра туда вылетают, принимают участие, значит, в открытии Булгарской академии, значит, и эти коллеги, и они наши частые гости, буквально недели две назад, ректор у нас был в гостях, тоже мы обменивались опытом, значит, то есть, такие здоровые контакты, такие, скажем, обмены опытом и так далее, это для нас в перспективе, это часто... Это еще не пределы, земля большая, мало ли куда. Хорошо, целевая аудитория. Любой ВУЗ рассчитывает на какую-то целевую аудиторию, на каких-то студентов. На кого рассчитываете, допустим, на кого рассчитывает ДГИ? На какую аудиторию? Вы знаете, конечно, гуманитарная сфера, она достаточно широкая сфера, и лингвист, и журналист, и экономист, в том числе тот, который занимается бизнес-информатикой, найдет свою нишу и свое место. Ну, в обществе, социуме существуют такие вещи, которые постоянно требуют регулировки, уточнения, там, взаимодействия и так далее. Я отношу туда религиозное сознание, религиозное отношение, религиозную деятельность. Там всегда возникают разные трения, разные сложности, и на всех уровнях, и государственном, и общественном, и в организациях эти отношения надо регулировать. И поэтому нужны и востребования специалисты, которые могли бы во всех этих организациях работать и давать, если нужно, эти отношения налаживать, если нужно, взаимодействовать, если нужно, давать экспертизу. А если нужно, и вступать в взаимодействие с другими конфессиями, вступать в международные связи, определять, что хорошо, что плохо и так далее. Поэтому мы думаем, что вот наш нюанс, прежде всего, вот подготовки таких специалистов, которые могли бы вот это взаимодействие, регулировку в этой сфере организовать. У нас в республике много сегодня религиозных учебных заведений, где преподают множество преподавателей, которые, может, не имеют специального образования и нуждаются в и повышении квалификации, и переподготовке и так далее. Тоже наша аудитория. Потом очень много людей есть, которые хотят духовно развить свой потенциал наряду со светским образованием, уйдет и с другой стороны жизнь. И такие люди тоже как бы напрашиваются на это образование. Ну, можно сегодня просто несколько примеров привести. Нашу магистратуру сегодня подала заявление профессор, которому 60 лет, и просит, чтобы ей разрешили учиться. И говорит, я буду ходить на занятия, я буду посещать. Причем это доктор философских наук, не просто так. Она тоже целевая аудитория. Почему? Естественно, да. Вот к нам напрашивается заместитель министра. Сегодня я, да, хочу работать, хочу учиться, потому что мне эта сфера интересна. То есть множество людей, которые на самом деле очень с интересом относятся к этому виду образования. Но мне кажется, что есть вот такое сообщество, в котором вот эти ценности преобладают. И они, когда перед ними стоит выбор думать, что будет с моим ребенком, что станет с ним в другом учебном заведении, и там, где есть высшая нравственность, где есть мусульманская традиция, где есть исламские нормы, значит, культура мусульманина, они думают, что вот там это все можно привить, и поэтому ребенок будет огражден от всех негативных влияний. Ну и третье, я думаю, что здесь очень важно, вот эти разные течения, которые существуют в религии, где есть экстремизм, где есть секты, где это. Чтобы туда не попал человек, нужно с самого начала знать, что из себя представляет религия, как она развивается, какие есть течения, что хорошо, что плохо. И там родители, взрослые видят возможности, что вот можно с самого начала вот именно в этой сфере найти возможности для воспитания. Ну вот раз уж мы говорим о религии много, и вы говорили об арабском языке, и мы видим, что действительно в стенах вуза обучается много внешне молодых девушек, которые внешне соответствуют канонам ислама, образу мусульманки, то есть покрытые в хиджаб. И у всех сразу возникают ассоциации, что ДГИ – это религиозный вуз, исламский вуз. Прямой вопрос, ДГИ – это исламский вуз? Можно, наверное, отвечать на этот вопрос, да? Пожалуйста. Действительно, это ошибочное мнение существует, есть определенные стереотипы, и это все складывается из-за незнания и непонимания, допустим. На самом деле мы сегодня многое делаем, чтобы как бы в нашей общественности, в нашей среде, в дагестанской прежде всего среде, пояснить и, как бы скажем, проводя и профориентационную работу, значит, совместно с комитетом, значит, по взаимодействию с религиозными организациями, значит, проводя, значит, совместную работу и с управлениями образования, с Минобором нашей республики, мы имеем цель, чтобы, значит, народ знал, что это не религиозное учебное заведение, это обычное светское учебное заведение высшего образования, значит. Это учебное заведение имеет специфику, имеет, значит, определенную, значит, составляющую, как теология, допустим. Вы делаете это? Это же научная специальность тоже светского характера. Просто мы сегодня должны понимать, что в отличие от многих стран, где не знают, как противостоять злу, в нашей стране, в Российской Федерации, благо нам, значит, что эту проблему решают путем, значит, образования населения, путем, значит, просвещения, путем, значит, обучения, то есть в этом ключе государство оказывает всяческую поддержку, значит, и всяческая способствует, принимаются федеральные программы, этим занимается Минобор. Теология сегодня такая же специальность, как и остальные, и я вам скажу, более привлекательна тем, что больше шансов трудоустроиться, быть востребованным. Мы же понимаем, что, скажем, спрос тоже на специальность, в общем, сегодня на теологии у нас очень большой, допустим, спрос. Просто люди не знали о ВУЗе и полагали, что поступая в ВУЗ, что ребенок только... У нас сегодня аудитория совершенно разная. Многие думают, что у нас есть какой-то дресс-код, что у нас есть какой-то, допустим, ограничитель конфессиональным, значит, представитель конфессии разных. Не мусульмане. Совершенно нет. Может поступить? Естественно, любой гражданин Российской Федерации и иностранец, и поступают к нам, поступают. Наша география обучающихся, она достаточно широкая. Это и другие регионы страны нашей, и центральные, и с Дальнего Востока, и, значит, соседние государства. То есть человек должен понимать, что высшее учебное заведение, имеющее государственную лицензию, государственную аккредитацию, сугубо религиозно не является. Это такое же учебное заведение. Вы упор не делаете, а делаете упор, насколько я понимаю, на нравственные составляющие. У нас основной упор – это на профессиональные компетенции, а также на воспитание, а также нравственные, духовные ценности в русле традиционного, конвенционального, значит, обучения. То есть я размышляю, допустим, с точки зрения молодого человека или молодой девушки, которая, ну скажем, несколько далека от религии и боится того, что если она поступит в ДГИ, и скажут – оденься, и скажут – так, пойди пять раз помойся, сделай намаз, и только потом заходи в класс и сможешь получить знания. Смотрите, мы живем в светском государстве, где имеют юридическую силу Конституция Российской Федерации, где право на, значит, свободу вероисповедания, свободу мысли, свободу слова, свободу совести, это сугубо личное право каждого. И ДГИ, значит, развитие эти все правовые нормы, так скажем, соблюдает. Поэтому это личное дело каждого. Конечно, в том обществе, где человек, допустим, видит, где есть определенные моральные и здоровые ценности, где они соблюдены, где они приветствуются, конечно, там нет места, допустим, чрезмерностям в плане, мы понимаем, да, допустим, есть же обратные крайности, не только же в религиозном плане есть крайности, есть же крайности и в плане этики, эстетики и так далее. В этом плане, значит, у нас в УЗИ тоже, как и в высшем учебном заведении, все эти нормы действуют. Поэтому это сугубо личное дело каждого. Просто в ДГИ сегодня можно получить два в одном. И образование, и воспитание. Ведь мы с вами понимаем, как сказал Леонид Николаевич Толстой, образование без воспитания ничего не значит. То есть знание без воспитания ничего не значит. Можно человека сегодня вооружить достаточно хорошими знаниями и получить опасность для общества. А в ДГИ как раз-таки и вторая составляющая, она играет важную роль именно воспитания в духе лучших наших дагестанских традиций. Если можно, добавлю, то сейчас только слов. Теология, если так перевести на общепонятный язык, это есть наука религии. Религия одна из форм общественного страсти. Не уточнено, не обысланно. Да, это одна из форм общественного сознания, религия. Поэтому эта дисциплина, теология, она ближе к философии. Понимание общества, ее возможности, сознание и так далее. Поэтому это надо иметь в виду, когда говорят об этой специальности. И второе, кроме того, что есть специальность теологии, у нас есть теологический компонент в других направлениях. Потому что мы считаем это важным с точки зрения нравственного воспитания, становления, его приучения к нашим традициям, нормам и так далее. Поэтому вот эти два нюанса надо иметь в виду, наверное. Ну все, я думаю, с этим мы разобрались. И принуждения в нашем деле нет. Как говорится. Поэтому мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы вернемся в нашу студию. Субтитры создавал DimaTorzok Мурат Магомедович, проректор Абакар Насибович и Магомед Хагулаевич, начальник учебно-медведического управления. Гости, уважаемые, мы начали говорить о том, что такое вообще теология. Многие вообще полного представления об этом слове не знают, знают, что это что-то как-то связано с религией. Вообще, кто сегодня такой теолог и какую роль сегодня в социуме, в жизни он может играть? Кем он вообще может быть, теолог? Прежде чем говорить о таком теологии, я хотел бы сказать, что в структуре Дагестанского гуманитарного института два факультета. Факультет теологии и факультет экономики, лингвистики и журналистики. Подготовка студентов ведется по следующим направлениям подготовки. Бакалавриат. Это теология, экономика, бизнес-информатика, лингвистика и журналистика. Также мы готовим магистров. У нас есть направление подготовки теологии по магистратуре. А кто такой теолог? Чем он занимается? Где может он трудоустроиться? Я думаю, наши коллеги скажут об этом. Вы затронули вопрос от трудоустройства, бакалавров, теологов и так далее. Я думаю, дополнить наш Мурат Магомедович. Как вы аккуратно перевели на него? Аккуратно перевел. Пожалуйста. Говоря о, допустим, выпускниках наших, в частности о теологах, у многих людей складывается такое узкое представление, кто в последующем теолог, где он может работать. У многих людей такое представление, якобы это религиозник. Имам. Имам и так далее. Я хотел бы здесь пояснить, что это далеко не так. И наше министерство образования, вкладывая профкомпетенции, подготовку будущего специалиста в области теологии, закладывая в стандарты определенные требования, которые формируют те компетенции, которые могут быть в широком спектре востребованы. Это не только какие-то узкие, это и государственные направления деятели, и муниципальные, и общественные. И, значит, хотелось бы сказать, что специалисты теологии на сегодняшний день, по мнению научного сообщества, по мнению Минобра, востребованы в таких направлениях, как научно-исследовательская, учебно-воспитательная, экспертная, консультативная, что немало возможно, организационно-управленческая, представительская, посредническая. Мы сегодня знаем, какие отношения выстраиваются с Востоком, какие перспективы взаимодействия нашей страны с Ближним Востоком. Здесь нужны специалисты. То есть это могут быть переводчиком, да? Да, знающие специалисты, специфику. Председательская, посредническая, как я сказал, и также социально-практическая деятельность. Также они должны привлекаться, теологи, значит, к работе в учреждениях системы высшего, среднеспециального, начального и послевозовского образования. Также в институтах повышения квалификации сегодня нужны такие специалисты. В экспертных сообществах сегодня очень бурно обсуждаются многие проблемы, порождающие, значит, очень злободневные вопросы, да, допустим. И здесь нужны специалисты, которые дали бы экспертную оценку, значит. И в том числе, это хотелось бы сказать, в государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, международных, да, международных, межконфессиональных, а также в органах законодательной, судебной, исполнительной власти, значит, в коммерческих и общественных организациях, а также в других структурах гражданского общества. Также в органах социальной поддержки, адаптации, в средствах массовой информации. И как было правильно замечено Абакаром Носимовичем, в правоохранительном блоке сегодня нужны специалисты, которые могли бы дать определение. И я могу провести примеры, что у нас наши выпускники уже в этой сфере работают. И есть запросы... На сегодняшний день есть случаи, да? Есть, естественно, наши выпускники работают в республиканских органах власти, таких как, допустим, и в комитет по свободе совести, взаимодействие с религиозными организациями и на руководящих должностях, в Министерство по делам молодежи, значит, также в системе исправления наказания, УИНИ, значит, и есть запросы с правоохранительного блока, есть запросы, значит, со средств массовой информации, значит, это все, знаете, звучит очень, знаете, так заманчиво, но вы как-то пытаетесь помочь своим студентам, своим выпускникам обустроиться, найти работу и как-то не пропасть в этом мире? Или же он оканчивает вуз и все, и дальше он... Один вопрос. Вы выпускник какого вуза? Вот вы вот застали меня вот врасплох. Какого вуза? Ну, ныне именуемый ДГИ. ДГИ. Мы нашли вам работу? Спасибо. Работайте. Да, действительно, вопрос на самом деле хороший и на наш взгляд это наша самая главная задача, поскольку, если мы будем говорить в понимании рыночной экономики, которая, да, допустим, есть, любой, значит, производитель, любой продукции, он заинтересован в ее сбытии, в ее, так скажем, потребности и так далее. То есть, если так параллели провести, просто, да, пусть это будет, может, немного грубовато выглядеть, да, значит, мы производим для общества, для государства продукцию в виде специалистов, да, мы с вами сегодня обсуждали, говорили, что востребованность специалистов таких есть в государстве. И, естественно, наша основная задача, подготовив высококвалифицированных специалистов, значит, с хорошей духовно-нравственной составляющей, значит, что немаловажно на сегодняшний день, организовать их трудоустройство. Для этого мы вот совместно с новой командой, о которой сегодня Абакар Насибович говорил, можно сказать, что сегодня состав ДГИ обновлен, обновлен достаточно качественными, опытными специалистами, которые имеют огромный стаж работы в вузовской системе, классической системе Российской Федерации, а также лучшими экспертами, специалистами в области теологии по рекомендации Муфтеатра Республики, значит, а также взаимодействие с ведущими вузами и так далее, так далее. То есть мы сегодня дополнительно, значит, ввели в штат структуру, целый, значит, отдел, который именно занимается, значит, трудоустройством наших выпускников, мониторит выпускников, куда они трудоустроились и обращение к нам, а они поступают, значит, с различных ведомств, направлений, мы, значит, будем в перспективе вести и, конечно, лучше, начиная с лучших выпускников, заниматься этим трудоустройством. Это наша одна из главных задач. Магомон Ходилович, вы говорили о переподготовке. Помните, сегодня мы были на школе, они просили, нельзя ли пройти у нас переподготовку. Пару слов скажите, пожалуйста. Да, я уже говорил, что эти религиозные отношения, религиозная деятельность, то есть сознание требует как бы вмещательства и государства, и общественности, и партии, всего кого угодно. И там нужны специалисты, которые это знают, понимают, и как это организовывать. Поэтому-то мы открыли три профиля магистратуры, что поступающие уже могли бы для себя определиться, в какой сфере, в какой области он мог бы именно заниматься этим делом. Ну, например, исламское право. Есть такая магистратская программа. Ну, во-первых, это очень интересная тема, насколько она связана со светским правом, вообще судопроизводством. В общем, можно ли исламским правом заменить некоторые сложности, которые есть в светском праве. По-моему, многие сейчас приходят к мнению, что, может быть, и можно отдать, как бы, общественности эти вопросы регулировать. Причем, религиоведческая экспертиза, следующая магистратская программа наша, вот то, о чем мы говорим, как государство взаимодействует с конфессиями, как конфессии между собой будут взаимодействовать, как вот оценить степень соответствия того или иного религиозного течения, значит, нормам, которые есть в государстве, те или иные деяния, книги, все это требует именно с точки зрения теологии установления истины. И третье, у нас есть магистратская программа, это называется государственно-конфессиональные отношения. То, о чем мы говорим, о всех муниципалитетах, значит, в наших республиканских органах власти, судебных и других органах нужны специалисты, которые понимают, как эти отношения наладить, как с ними обеспечить это взаимодействие без конфликтов, без излишних там споров, которые у нас постоянно возникают. Поэтому это очень важно. Поэтому мы и говорим, что нам нужно наладить, поскольку наш выпускник, наш выпуск и то количество специалистов, которые мы выпускаем, не успевает за той потребности, которая есть у наших потребителей, социальных работодателей. Мне кажется, что в связи с этим появилась необходимость переподготовки тех, которые уже имеют вещеобразование, имеют опыт работы государственных, муниципальных органов, власти, судебных, правоохранительных органов, чтобы они могли бы уже в качестве теологов решать эти вопросы. Поэтому мы сейчас буквально через месяц запускаем программы, связанные с переподготовкой специалистов, уже имеющих вещеобразование, и в том числе повышение квалификации тех, кто уже работает в этой сфере. Ну, мы что, я думаю, решили? Замечательно. Ну, из всего вышесказанного, я как это понимаю, вы, ваша команда работаете над тем, чтобы выпускать людей, квалифицированных, со знанием своего дела, где бы они ни работали, в какой бы сфере они ни находились, при этом, чтобы они не обманули, не предали, и не все остальное, не все тем грехов, руководствуясь либо же какими-то религиозными постулатами, либо же какими-то своими нравственными взглядами. И я правильно своим скудным умом все это... Я бы здесь процитировал бы слова руководителя Рособорнадзора, Сергея Сергеевича, Кравцова, находясь с рабочим визитом, значит, в данном ведомстве, в феврале месяце мы принимали участие, значит, совместно с коллегами из других учебных заведений, значит, в совещании под руководством. Там было отмечено, такой факт был отмечен, кстати, после этого мы подали на лицензирование еще несколько направлений подготовки, не будем забегать вперед и говорить о них, да. Руководителем Рособорнадзора, Сергеевичем Кравцовым, было отмечено, что на сегодняшний день, проводя процедуру оптимизации, очень много запросов именно и в бизнес-сфере, и в правоохранительной сфере, и в других направлениях, значит, именно на специалистов, помимо знаний, обладающих еще нравственными ценностями. Я не хочу умолять, допустим, подготовку в других учебных заведениях, все они дослуживают уважения, но специфика, как и вот Сергей Сергеевич Кравцов, буквально цитирую слова, специфика таких вузов, как ваши, там были именно стратегические вузы, о которых мы говорили в начале нашей передачи, вот именно пять учебных заведений, которые в стране сегодня реализуют эту программу федеральную, значит, специфика ваших вузов для нас дает достаточно оснований помочь вам в прохождении этих процедур, чтобы приносить пользу, значит, нашему обществу российскому, да, то есть в подготовке именно специалистов с профкомпетенциями и именно с духовно-нравственными устоями крепкими. Хорошо, это замечательно, у нас совсем немного времени осталось, вообще, коротко, какие у вас планы на будущее, к чему вы идете, к чему стремитесь, и вот так вот. Ну, начнем с Магнитра Буловича. Так, ну, во-первых, первая задача уже озвучена, это квалифицированный профессиональный педагогический состав. Этим работаем, мы сейчас приглашаем специалистов, заключаем договора, определяем штаты и так далее. Эта задача будет решена, ну, наверное, буквально в течение недели. Второе очень важное направление, это материально-техническая база. Мы уже говорили, наш корпус на улице Николаева уже заканчивается, и мы 4 сентября надеемся туда уже перейти, и там будут современные оборудования, современные лаборатории, кабинеты, и достаточно аудиторного фонда для того, чтобы работать. Третья задача, ну, мы уже говорили, это, конечно, набор, нужен абутурент, который способен, готов освоить те программы, которые мы предлагаем, по человеческим качествам нам подходит, из него можно делать того специалиста, на которого мы ориентируемся. Поэтому набор продолжается, мы будем работать до 20 сентября, всех желающих поступить, по крайней мере, на заочные отделения. Куда обращаться? Обращаться надо на доходаеву 126. 136? 136 рядом с мечетью находится сегодня, приемная комиссия работает. Ну, есть и другие задачи, вот это мы должны расширить спектр образовательных услуг, мы уже говорили. Значит, откроем новые дополнительные магистрские программы, профили обучения, будем дополнительно профиль по теологии открывать, будем открывать, то есть создавать образовательные программы повышения квалификации и переподготовки. Вот я вижу четыре вот таких задач, которые мы должны решить в ближайшем будущем. Хорошо, замечательно. Будем надеяться, что с помощью Всевышнего... Мы же хотели дополнить еще буквально несколько моментов. Гусейн, хотелось бы важный такой спектр обозначить, что в перспективном плане развития вот мы с вами, наверное, слышали и знаем систему непрерывного образования. Дело в том, что сегодняшний день принято такое волевое решение учредителям, значит, и создается, значит, образовательный комплекс, который составит два школьных и дошкольных учебных заведения. Значит, это райские птички и школа Юсупова. Значит, а также два колледжа, которые, значит, у нас успешно и стремительно развиваются. Это медицинский колледж имени Башларова и гуманитарно-педагогический колледж, значит, и, значит, своего рода локомотивом этого образовательного корпуса выступит Дагестанский гуманитарный институт. Буквально завтра запланировано подписание такого соглашения, создается совет директоров этих учебных заведений, и мы по системе непрерывного образования, начиная с садика, школа, СУЗ, ВУЗ, ту традиционную систему непрерывного образования, которая всегда у нас приветствовалась в нашей стране, мы ее уже реально на практике реализуем. Вопрос просто за малым, мы это уже совместный план деятельности выработали, это действительно сенсационное дело для нас, для нашей республики очень полезное, и такое волевое решение есть, и мы этот проект запускаем буквально на днях. То есть я могу своего трехгодового сынишку привезти к вам и в 22 года его забрать уже готов к специалистам. Готов к специалистам. Но это замечательно, действительно, планы огромные. Я желаю вам удачи, терпения, и пусть Всевышний поможет все, что запланировано реализовать в реальность, как говорится. И спасибо вам, спасибо вашим коллегам, терпение, потому что ни много ни мало от вас зависит будущее страны. У нас в гостях были ректор Дагестанского гуманитарного института Мурат Магомедович, Абакар Насибович, проректор Даги и Магомед Хайбулаевич, начальник учебно-технического управления. Спасибо вам большое за то, что пришли. Удачи вам всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова